Сегодня обычный день. Я еду в автобусе из центра города и хочу вам много рассказать о масочном режиме на Франции. В Страсбурге я стала обязательным ношением масок с понедельника до недели. И люди законопослушные, сжигают этот режим, носят маски. И я сделала несколько сюжетов, несколько видео. Вы сейчас посмотрите. Я выехала сегодня в центр Страсбурга. У меня есть кое-какие дела. И хочу обратить ваше внимание, что по улице все люди ходят в масках. Без масок можно увидеть только единицы людей. Потому что в Страсбурге объявили обязательный масочный режим. И люди законопослушные одевают маски не только в транспорте, в магазинах и в общественных местах, но и на улице. Как вы видите, все в масках. Здесь вход в католическую церковь. Большой собор. Люди вышли со службы. Видите, тоже все в масках. Готовится какой-то концерт здесь. Артисты тоже все в масках. И зрители. Так обстоят дела с масками в Страсбурге. А в автобусе вы не увидите ни одного человека без маски. Так же и в магазинах. Это знаменитый Страсбургский трамвай. Трамваи, как я вижу, тоже все в масках. Потому что на входе в трамвай обозначено, что вход в трамвай без масок запрещен. Жизнь в маске называется. Это центр Страсбурга. Здесь недалеко железнодорожный вокзал. Вот такая ситуация с масками по всему городу. Вот снова проходит трамвай. Люди все в масках. Даже видно отсюда. Я давно не была в центре города. Просто не задумывалась, что на самом деле все ходят в масках сейчас. Вот и еще. Это только один эпизод. Небольшой. Иду дальше. Я и сама, конечно, в маске тоже. Потому что нужно соблюдать этот режим. Штрафы немалые. Вот полицейская машина движется. Я видела несколько раз, что остановили. Штрафы немалые. До 135 евро. Я знаю, что многие к маскам относятся скептически. И может быть, нет такой необходимости носить их в таком масштабе. И носить их даже на улице. На улице это еще ничего. Можно одеть. Но когда ты находишься целый день на работе, то это затруднительно. А маски и на работе. В бюро везде обязательны. Вот он, золотой петушок. Сейчас обед приближается. Люди собираются обедать. Открываются кафе уличные, ресторанчики. Которые на каждом шагу. И вопрос иногда возникает. Это как же люди едят в ресторанчиках. В ресторанах люди едят без масок, естественно. Заходят, вот видите, заходят в маски все. Даже вот за столиком вижу одну пару. Они сидят в масках, разговаривают между собой. Показал вам небольшой эпизод Страсбурга. Иду к автобусу. Иду к автобусу. Люди в масках. Здесь конечная моего автобуса. Еду домой. Здесь конечная моего Lucifia. С которой вы делаете мороженки. Бав Cheers. Бабулу. Показал вам governzug. Б output. Бабулу. Растинка. Бабулу. 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 Продолжение следует... В Страсбурге все в масках. В транспорте и везде. Ничего, один кадр сделает. Ни одного человека без маски вы не увидите. Все в масках. Абсолютно. Поехали в автобусе где-то минут 20. Я не встретила ни одного человека без маски. Так, здесь во Франции люди соблюдают масочный режим, то есть распоряжение правительства. Объявлено было это с понедельника, что все должны носить обязательно маски в транспорте, в магазинах, в общественных местах и на рабочих местах в том числе. Хотя это очень трудно. Но, как видите, люди соблюдают этот режим. Я не могу сказать, насколько серьезен этот коронавирус, который изменил всю нашу жизнь в этом году. Ну, люди дисциплинированы и подчиняются закону. Закон во Франции соблюдается. Люди законопослушные. И если было распоряжение, значит, надо его выполнять. Иначе может стукнуть по карману. Вот так у нас дела обстоят во Франции с ношением масок. А инфекция коронавирусная, как говорят, растет. Будем продолжать жить, соблюдать нормы и правила. На этом я с вами сейчас прощаюсь. До следующих встреч на моем канале. Всем пока-пока.